МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. 40-градусная жара наблюдается в Атераусской области. Местные жители вынуждены спасаться от палящего солнца на стихийных пляжах, всячески игнорируя предупреждения спасателей. А прислушиваться все-таки нужно. С начала купального сезона вода унесла уже жизни 12 человек. Ербол Абишев продолжит. Атераусы крайне недовольны началом купального сезона. По сути, купаться-то негде. Везде места, запрещенные для купания. Говорят, что запрещено, но никаких знаков нет, не установлено. Каждый год искупаемся. Люди, которые это, им неудобно, например, идти туда. Если там ракуши, ноги режут. Здесь песочек, здесь если прибраться, здесь можно и такой пляж сделать нормальный для детей. Если правила нарушают взрослые, какой пример они дают детям? А ведь именно они больше всего подвержены опасности на реке. Местные власти приветствуют любую инициативу по благоустройству пяти заброшенных пляжей. Надеются на предпринимательскую активность. Однако пока желающих вкладывать деньги в пляжную инфраструктуру нет. На данный момент у двух из семи пляжей уже определились владельцы. Пляжи переданы в доверительное управление. Остальные пять пляжей. Сейчас по ним ведутся тендерные процедуры по передаче в доверительное управление. В прошлом сезоне на реке утонуло 22 человека, половина школьники. В этом году в числе жертв уже 12 горожан. С 20 мая спасатели несут службу в усиленном режиме. Первоначальную безопасность будем осуществлять мы. В дальнейшем планируем создание общественных постов спасательных, оборудования именно на этих пляжах, с дополнительным оборудованием медицинских пунктов, где будет сразу же оказываться необходима медицинская помощь. 15 стихийных пляжей не соответствуют требованиям, а значит опасны для людей, говорят в службе спасения. Эти места, конечно, в поле зрения спасателей, но беда может случиться в любую минуту. Ербулабиш, Бекен Алирахим, Жандос Рахметуллин, Изатарау, Хабар, 24. Купальный сезон начался и на востоке Казахстана. Работают почти три десятка спасательных пунктов. Однако, несмотря на предпринятые меры безопасности, в области уже есть первые утонувшие. С начала года их количество достигло 7 человек, в том числе трое детей. Спасатели просят взрослых не оставлять несовершеннолетних без присмотра и соблюдать правила поведения на воде. В целом в регионе больше двух тысяч рек и озер. Порядка 340 мест жители используют для купания. Хотя официально действует всего три оборудованных пляжа, где гарантирована максимальная безопасность отдыхающих. Два из них в Усть-Каменогорске, один на Сибинских озерах в Уланском районе. Другие это не оборудованные, не подготовленные места. В этих местах, согласно утвержденных графиков рейдов, мы проводим патрулирование мест, не санкционируемых мест для купания, с раздачей всех агитационных материалов. Это листовок, плакатов по мерам безопасности на воде. Этим утром к нам присоединяется президент общественного фонда Чингис Лепсибаев. Ему есть что сказать по поводу нашей сегодняшней темы. Чингис, доброе утро, во-первых. Утро доброе. Вот если посмотреть на статистику, то, что мы видим, пугающие цифры утонувших в этом году. Более 70 человек, в числе которых немало детей. По-вашему, это причина того, что люди сами просто игнорируют советы спасательных служб? Или все-таки соответствующие госорганы должны системно подойти к работе по обустройству водоема? Вы знаете, проблема на самом деле тут состоит и в том, что у нас, скажем так, не везде обеспечена безопасность, мягко говоря. У нас множество пляжей и множество водоемов, в которых в принципе нет никакой безопасности, в принципе нет спасателей. Я думаю, что это всем очевидно. И есть еще момент, что наши, то есть даже те же самые родители, они просто приходят купаться, да, и прежде чем отпустить ребенка, они оценивают, во-первых, есть ли там вообще разрешено ли там в принципе купаться. Это во-первых, да. Во-вторых, есть ли там спасатели. И в-третьих, соответствует ли вообще безопасность ребенка тому месту, где они находятся в настоящий момент. Почему родители все-таки вот так беспечно относятся к поведению на воде? Ну или там, не знаю, по отношению к детям хотя бы? Потому что, к сожалению, у нас еще осталась такая советская система, да, что государство обязано по умолчанию, да, обеспечивать права граждан, а сами родители у нас поскольку-поскольку. И у нас, к сожалению, как вы знаете, нету никакой правовой, да, ответственности родителей, если с их ребенком что-либо случилось. Это касается не только пляжей, а в целом. Поэтому такая ситуация, к сожалению. Вот если взять, ну, наши городские, я имею в виду, пляжи в столице Казахстана, вот как бы вы оценили в целом их инфраструктуру и безопасность, соответственно? Ну, инфраструктуру, если сравнивать со столицами, да, к примеру, с тем же, с Парижем, да, например, или с Амстердамом, или с Токгольмом, да, ну, с такими столицами, на которых стоит ориентироваться, у нас, конечно, ситуация очень такая тревожная, да. Во-первых, у нас пляжи практически все платные, начнем с этого, да, ну, и я считаю, что их цена, она совершенно не соответствует инфраструктуре, потому что, ну, все, что там есть, да, это чуть-чуть песочка, чуть-чуть шезлонгов, да, и чуть-чуть спасателей. И на самом деле, да, тот потенциал, который есть с этих пляжей, он совершенно не раскрыт. У нас нету на пляже, на пляжах, да, ни бассейнов нету, нету ни толковых аттракционов и так далее. Они являются таким дополнением городским паркам. А на самом деле, да, это можно было бы организовать так, чтобы, во-первых, много детей там было, во-вторых, там была инфраструктура, которая позволила бы, как в этих вот перечисленных городах, целый день горожанам находиться на пляже безвылазно, да. Да, и, ну, я считаю, что это вопрос, в первую очередь, к бизнесу и к мотивации, там, бизнесу заниматься этим вопросом. Чингис, а вот какие можно внести законодательные поправки, чтобы вот улучшить ситуацию? Ну, в целом, да, у нас... И кто вообще должен это вносить? Я считаю, вот мы, ну, я в частности занимаемся вопросом, что у нас нету системы общественного мониторинга, да, то есть среды безопасной для детей. И я думаю, что здесь на самом деле должно общество, у нас государство и так чересчур много запретов вводит, да, и чересчур много всевозможных заградительных норм. Я считаю, что само общество должно выработать некоторые общественные стандарты безопасности для детей, в частности. Вот помните последний случай с батутами и так далее, и так далее. Мы сами должны понять, что какие места безопасны для нас, в том числе, касаемо вот таких мест, как пляжи. Ну что ж, спасибо за рекомендации. Напомню, этим утром мы беседовали с президентом общественного фонда Чингизом Лепсибаевым. Вам хорошего дня. Перегруз пассажиров, отсутствие спасательных жилетов – это только малая часть тех нарушений, которые выявили транспортные инспекторы Уральска с начала этого месяца. На предпринимателей, занимающихся организацией прогулочных рейсов по рекам, заведено 13 административных дел. Общая сумма штрафа небольшая – 57 тысяч тенге. Для бизнесменов сейчас разгар сезона. Желающих прокатиться на лодках и катамаранах не становится меньше. Репортаж Ассель Русалиевой. Вот так беспечно с катамарана в воду, посреди реки, прямо на наших глазах. Назад девушка взобралась с трудом. Благо, что на любительнице ярких ощущений был спасательный жилет. Иначе закончиться все могло бы трагедией. Порой в погоне за экстримом горожане не задумываются даже о безопасности своих детей. Почему? Потому что дети хотят экстрима. Легкого. Большая скорость, но безопасная. Безопасная, потому что когда она была маленькая, я была, наверное, 6 месяцев, мы катались с днем. В этом городском парке такие услуги оказывают 5 бизнесменов. Конкуренция большая. Да и спрос не маленький. Речной трамвайчик нередко можно встретить с перегруженным пассажирами. Похожи деньги для предпринимателей важнее правил безопасности. Попросили побыстрее прокатить по времени, опаздывали. Я их быстро посадил, а сам всем одел, а себе забыл жилет и уехал. Минимальный штраф за нарушение порядка 13 тысяч тенге. Но за всеми предпринимателями, транспортные инспекторы уследить просто не в силах. На западе страны зарегистрировано 406 единиц маломерных судов, не считая катамаранов, весельных и надувных лодок. Они не подлежат регистрации. Проблема в том, что у нас, как сказать, очень мало в отделе, два человека всего на всю область, западно-казахстанскую область. У нас, вы знаете, что водовьем их очень много. Кроме этого парка есть у нас карьеры, где люди тоже купают, где много народ собирается. Также река Урал, все водохранилищи, везде есть водный транспорт. А еще из 67 зон отдыха, официально зарегистрированных при Урале, ни одна не благоустроена должным образом. В Уральске нет ни одного коммунального пляжа, оборудованного по всем правилам безопасности, где горожане могли бы отдыхать бесплатно. Статистика погибших на воде растет. С начала купального сезона в области утонули 12 человек, трое из них дети. Все трагедии произошли на стихийных местах отдыха. Асей Русалиева, Руслан Газезов, Конат Махмудов, Уральск, Хабар, 24. Новостями экономики и бизнеса прямо сейчас с нами готова поделиться Индира Тихжанова. Индира, как у нас выглядит ситуация на мировых рынках? Арестан, как ты наверняка знаешь, доллар понемногу сдает свои позиции. Вместе с этим растут цены на акции нефти-золото. Подробнее об этом и не только расскажу через пару секунд. В эфире деловые новости. Интересно послушать, Индира. Цены на золото подскочили до шестилетнего максимума на торгах в минувший четверг. Стоимость одной унции в ходе азиатской сессии поднялась почти до 1400 долларов, что на 2,5% выше предыдущей цены. В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6%. Отмечу, что произошло это после заявлений Федеральной резервной системы США о готовности снизить базовую процентную ставку в июле. Для многих государств драгоценный металл по-прежнему остается самым стабильным и контролируемым вложением в будущее. Тем не менее, эксперты считают, что спрос на золото в ближайшее время может понизиться в связи с возможным заключением очередного перемирия в торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Почти на 2 миллиона тенге кредитов выдали казахстанские банки промышленным предприятиям страны. По данным финрегулятора, показатель этот незначительно сократился в среднем на 1%. Более половины выданных средств приходится на обрабатывающий сектор. На 1,3% увеличились кредиты в горнодобывающую сферу. Вместе с тем, по другим отраслям электроэнергетики, водоснабжению, напротив, наблюдается снижение кредитования. Казахстанские промышленники банкиров не подводят. Удельный вес просроченных займов в секторе за год сократился до 4,1%. Причем такая тенденция наблюдается пятый год подряд. Добавлю, что доля кредитов промышленности на протяжении последних двух лет составляет 15% от совокупного объема займов. Казахстанский бренд нефтепродуктов «Ром Петрел» впервые попал в десятку самых дорогих торговых марок Румынии, заняв девятую строчку в рейтинге. Он был составлен международной консалтинговой компанией «Бренд Финанс». Учитывались такие факторы, как доходность, маркетинговые инвестиции, корпоративная репутация и прогнозы аналитиков, а также темпы экономического роста. Отмечу, что торговая марка принадлежит международному активу национальной компании «Казмунайгаз». За год стоимость бренда увеличилась на 44%, превысив 100 млн евро. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последней сессии курс составил 380 тенге 56 тынов за доллар США. Это были все деловые новости к данному часу. Растан, передаю эфир вам. Это были новости экономики от Индиры Тихжановой. Иран рассматривает варианты полного отказа от доллара. Разговоры об этом идут уже давно и на днях эта инициатива вынесена на обсуждение в парламент. В случае ее одобрения американская валюта навсегда покинет финансовые границы Исламской Республики. К тому же Тегеран призывает и соседей. Какую выгоду получит страна и чем рискует, выяснял наш собственный корреспондент Юлия Агнатюк. До долларизации охватывает все новые и новые территории. Первыми отказались от использования американской валюты в международных транзакциях Иран, Россия, Китай, Турция и Индия. На днях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал весь мир прекратить использование доллара в международных расчетах. Совпадение или нет, но уже в ближайшем будущем Евросоюз и Россия также планируют перейти на расчеты в рублях и евро. Устав от постоянных претензий из-за океана, два месяца назад парламентарий Исламской Республики направили спикеру Меджлиса законодательную инициативу относительно полного запрета на использование американского доллара во внешней и внутренней торговле. Таким образом, будущее зеленого было практически предрешено. Иранцам предоставили достаточно времени, чтобы все держатели доллара смогли перевести ее в реалы или в иностранную валюту. Это не ударило по экономике страны и уж тем более по внешнеэкономическим отношениям Ирана. Тегеран как был, так и остается надежным партнером. Это всего лишь адекватная реакция на поведение США. Конфликт между нашими странами длится уже не первый год, а мы продолжаем при этом пользоваться американской валютой. Согласитесь, это как минимум нелогично. Сегодня Тегеран советует последовать собственному примеру соседним странам и отказаться от расчетов в долларах. Таким образом, по мнению большинства иранских обозревателей, можно снизить экономическое влияние Вашингтона в регионе. Известно, что мощь Америки построена в том числе и на долларе. И этот шаг Ирана – это не обида. Действия Вашингтона не зря называют именно экономическим давлением, потому что все эти санкции оказывают отрицательный эффект не на одного человека, а на рядовых иранцев. К сожалению, в современной истории известны схожие сценарии развития событий, но Иран не намерен терпеть такое отношение к себе. В самих Соединенных Штатах к такому положению вещей относятся достаточно спокойно. Авторитетные финансовые аналитики признают, что позиции доллара в последнее время значительно пошатнулись. Однако не настолько, чтобы паниковать. Эксперты оценивают долю США в мировом ВВП в 22%, в то время как более 80% международных расчетов осуществляется именно в долларах. С такими показателями разрушить репутацию американца будет крайне сложно. Президент Трамп официально обвинил несколько государств в искусственных манипуляциях с валютой и посоветовал Центробанку страны более сбалансировано проводить денежно-кредитную политику, чтобы не провоцировать остальных на отказ от доллара. Юлия Агнатюк, Дмитрий Лукша и Махмуд Махмуди. Хабар, 24. Иран. За пост главы консервативной партии Великобритании поборются бывшие и нынешние министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант. Победитель предвыборной гонки станет следующим премьер-министром Соединенного Королевства. Фаворитом остается Джонсон. По результатам пятого раунда внутрипартийного голосования он заручился поддержкой 160 депутатов, в то время как за Ханта проголосовали вдвое меньше. Имя лидера консерваторов станет известно в конце июля. Напомню, смена руководства Тори происходит из-за отставки Терезы Мэй с поста премьер-министра. Ей не удалось провести через парламент согласованные с ЕС условия Брекзит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИТО Субтитры создавал DimaTorzok В центральной части страны Сообщил министр Издание также отмечает Что средства на реализацию проекта Будут заложены в бюджет 2020 года По приблизительным оценкам Строительство нового города Может обойтись властям Индонезии В более чем 32,5 миллиарда долларов Ранее президент страны заявил Что на Яве население составляет 57% от общей численности Населения Индонезии Это более чем 140 миллионов человек Эксперты посчитали, что Джакарта Далее не сможет осуществлять функции столицы ООН прогнозирует, что к 2100 году Население Земли вырастет Более чем на 3 миллиарда человек Передает новостное агентство NBC News Согласно новому докладу Население нашей планеты К концу этого столетия Должно вырасти почти до 11 миллиардов человек Как отмечает издание Этот рост произойдет Даже несмотря на падение рождаемости в мире Этот прогноз вызвал обеспокоенность экспертов Потому как подобный рост может привести К еще большему истощению природных ресурсов И ускорению глобального потепления В частности, специалисты прогнозируют Почти двукратный рост населения Африки К югу от Сахары До 2050 года По данным ООН Максимальные темпы прироста населения Наблюдаются в беднейших странах мира В будущем это может привести К еще большим трудностям В борьбе с бедностью, неравенством и голодом Сказал Лю Джейминь Заместитель генерального секретаря ООН По экономическим и социальным вопросам Издания отмечают, что основной рост населения В ближайшие три десятилетия Будет приходиться на девять стран Среди которых особенно выделяются Индия, Нигерия и Пакистан В этот же список входит Демократическая республика Конго Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США Между тем в ряде стран Естественное убыль населения Компенсируется притоком мигрантов В ближайшие годы такая ситуация Будет особенно характерна для Белоруссии Эстонии и Германии Прогнозируют специалисты Азиатские шершни угрожают британскому меду Передает английский таблоид Daily Mail Великобритания может столкнуться С нашествием тропических шершней Которые представляют опасность Не только для человека, но и для животного мира В частности, медоносных пчел По словам авторов, один укус такого насекомого Может убить человека Насекомые были замечены в больших количествах На острове Джерси Ученые опасаются, что установившаяся влажная погода Может привести к резкому росту численности шершней, поскольку подобные погодные условия Являются идеальными для размножения этого вида Если человек, ужаленный шершнем, страдает от аллергии на яд этих насекомых То у него может начаться анафилактический шок Что в свою очередь приведет к летальному исходу Предупреждает издание Не стоит пытаться самостоятельно разорять ульи Потому как насекомые летают быстрее, чем бежит человек И могут прокусить практически любой вид одежды Впервые в Европе вид Веспа Велутина появился во Франции Куда его предположительно привезли из Китая в 2004 году К 2010 году они расселились по всей западной территории страны А впоследствии добрались до регионов Которые граничивают с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией В частности, шершни представляют опасность для животного мира Так, например, каждый из них способен убить и съесть до 50 пчел в день В целом, один рой может за считанные часы уничтожить ульи с 30 тысячами медоносных пчел Заключает Daily Mail Супругу премьер-министра Израиля приговорили к штрафу за заказы еды из ресторана Сообщает Иерусалим пост Основанием для юридического преследования Сары Нетаньяху Стали заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства При наличии штатного повара и иного обслуживающего персонала Ущерб следствие оценило примерно в 100 тысяч долларов До этого Нетаньяху отрицала свою вину и заявляла, что стала жертвой политической охоты на ведьм Которую вели враждебные СМИ Ранее жену премьер-министра обвиняли в мошенничестве Но она решила пойти на сделку со следствием, признав вину В итоге дело переквалифицировали на более мягкую статью «Преднамеренное использование ошибки другого лица», сообщают авторы статьи Согласно данным издания, разбирательства продолжались 4 года После сделки с правосудием, Цара была признана виновной в ненадлежащем использовании бюджетных средств Суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 55 тысяч шекелей Что является эквивалентом 15 тысяч 200 долларов В Тбилиси полицейские жестко разогнали протестующих, которые пытались штурмовать здание парламента В ход пошли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы В ответ активисты кидали в стражи порядка все, что попадалось под руки По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали более полусотни человек В том числе много полицейских Среди раненых есть и журналисты, освещавшие демонстрации Митинги в центре грузинской столицы не прекращаются со вчерашнего дня Участники, представители оппозиции, требуют отставки членов правительства А также выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия Между тем в Италии из-за взрыва бытового газа обрушился двухэтажный жилой дом Инцидент произошел на одной из центральных улиц города Гориция Под завалами были обнаружены тела троих человек В момент трагедии они находились в помещениях на втором и первом этажах На месте происшествия работают экстренные службы Одна из версий произошедшего считают пожарные утечка голубого топлива А в афганском Джалабаде прогремел мощный взрыв Погиб один человек По меньшей мере 20 мирных жителей получили ранения Самодельное взрывное устройство было установлено на припаркованном неподалеку автомобиле По заявлениям местных властей ответственность за этот инцидент на себя не взяла ни одна организация Отмечу, неделю назад в городе произошел еще один теракт, который совершил боевик-смертник От полученных травм скончались по меньшей мере 9 человек Пассажирский автобус рухнул в ущелье в индийском штате Химачал Прадеш В результате аварии погибли 43 человека, а более 30 получили ранения Что стало причиной трагедии неизвестно В полиции отметили, что транспортное средство было сильно перегружено Отмечу, индийские дороги являются одними из самых опасных в мире Согласно официальным данным, ежегодно в ДТП там погибают почти 148 тысяч человек Более 2,5 миллионов свиней уничтожили во Вьетнаме Чтобы остановить распространение африканской чумы Об этом сообщили представители Министерства сельского хозяйства По их словам, вирус заразил скот в 58 провинциях страны Отмечу, вирусная болезнь для человека опасности не представляет Но он наносит серьезный урон фермерам Так как не поддается лечению и вакцина профилактики среди животных Остановить чуму можно только жесткими карантинными мерами Еще в марте из-за выявления очагов заболевания Вьетнам ввел временные ограничения на импорт этих парнокопытных А также продукции, содержащей свинину в другие страны К чрезвычайным происшествиям в нашей стране В Актюбинской области пастух нашел боевой снаряд А в Уральске вышло из строя колесо обозрения Спасателям пришлось снимать с высоты 18 человек Об этих и других событиях прямо сейчас Застряли на аттракционе в городском парке культуры и отдыха в Уральске Там внезапно сломалось колесо обозрения Из строя вышел основной привод Снимать людей пришлось спасателям Отмечу высота аттракциона 27 метров Он был установлен 33 года назад и уже износился Как говорят специалисты Как выяснилось, уполномоченный орган Ответственный за техническое состояние аттракционов Не определен На пастбище возле села Мункеби Актюбинской области обнаружен боевой снаряд Его нашел местный пастух Саперы установили, что взрывоопасное вещество Является 85-мм кумулятивным противотанковым снарядом Транспортировать находку не смогли В покрытой коррозии снаряд был вставлен взрыватель В боевом положении Его отнесли к третьей степени опасности И уничтожили на месте По словам саперов, за последние 4 года Было обнаружено и уничтожено Около десятка старых боевых снарядов В сети распространилось видео Спасение молодого человека от суицида Парня стражи порядка увидели на мосту В Усть-Каменогорске Когда тот пытался прыгнуть вниз Как выяснилось, он находился в состоянии Алкогольного опьянения Операция по спасению мужчины Была заснята видеожетоном полицейского В Алматы горела одно из кафе национальной кухни По словам очевидцев, пожар начался около 15 часов На месте ЧП работали больше 20 сотрудников противопожарной службы Как выяснилось позже, возгорание произошло в потолочном перекрытии При стройке закусочной к четырехэтажному зданию Локализовать и потушить пожар удалось менее чем за час Выгорело 100 квадратных метров площади Жертв и пострадавших нет В Талдыкургане в ходе полицейского рейда Выявлены и ликвидированы несколько притонов Задержаны 12 женщин в возрасте 25-35 лет Они за денежное вознаграждение оказывали интимные услуги клиентам заведений Среди задержанных две иностранки В результате операции к уголовной ответственности привлекли 7 человек В том числе владельцев двух гостиниц и одной сауны Всего по информации стражей порядка С начала года в регионе выявили 8 фактов сводничества и притона содержания Кустанайцы массово скупают иностранную валюту Об этом пишут местные печатные издания Что послужило причиной, расскажет Сабина Балашкина в традиционном обзоре прессы Растан, доброе утро Все подробности расскажу прямо сейчас Кустанайцы переводят тинговые депозиты в валюту Так жители региона отреагировали на изменения курса И пугающие сообщения в социальных сетях Сообщает издание Курсив Из-за этого резко вырос спрос на американский доллар, евро и рубль Их скупали так активно, что опустошались отменники О банках наблюдались очереди Люди хотели снять деньги со своих депозитов Или конвертировать вклады И вот что пишет издание Спрос на валюту создавался искусственно В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры Распространялась информация об оттоках депозитов И недостаточности валюты в отделениях банков Это срабатывало, потому что население испытывает страх Из-за того, что неоднократно было изменение курса Но мне кажется, что у людей уже появился иммунитет Очереди действительно были Но банкиры и владельцы обменных пунктов Организованно вели работу Они просили населения не поддаваться на провокации Объясняли, что деньги есть И когда не хватало валюты, пополняли запасы Но люди все скупали Боялись, что курс доллара и дальше будет резко расти Мангистауских госслужащих проверили На наличие смартфонов в офисах Сообщает газета «Время» В ходе рейда было выявлено свыше 10 смартфонов Причем все телефоны лежали прямо на рабочих столах сотрудников Видимо, не все работники госструктур Осведомлены о том, что запрет на использование телефонов В рабочее время появился еще три года назад Местные власти говорят, что были вынуждены пойти на такую меру Поскольку важные документы сливали в соцсети и различные мессенджеры И вот предлагаю послушать цитату Данный запрет к настоящему времени не отменен и действует для большинства сотрудников Под разделением служебных расследований Департамента государственных доходов По Мангистаусской области проведен рейд по служебным помещениям ведомства По выявлению у работников смартфонов В ходе которого выявлены нарушения Нами будут приняты соответствующие меры ответственности Песни легендарной группы АБА исполняет оркестр нацгвардии в Уральске Об этом сообщает газета «Надежда» Необычный концерт военнослужащие организовали для жителей города Музыкальный коллектив исполнил известные композиции в стиле рок-н-ролл и джаз Также оркестр с легкостью сыграл мелодии Такие как военные, например, национальные и классические Предлагаю послушать цитату Я с мужем и дочкой прогуливалась по Арбату и увидела выступление оркестра Сама я первый раз послушала в исполнении военных музыкантов Обработку народных и зарубежных песен Звучит очень необычно, при этом красиво и профессионально К этому часу у меня пока вся информация Не менее интересные статьи из региональных изданий Расскажу в следующем эфире Арестан, вам слово Спасибо, будем ждать еще больше новостей Сабина Балашкина была с обзором региональной прессы В Туркестанской области в первый день ЕНТ Тестирование сдавали 4000 выпускников Экзамен проходил в 15 пунктах Всего было подготовлено больше 170 аудиторий Которые оборудовали глушителями мобильной связи Камерами видеонаблюдения и металлодетекторами В этом году формат тестирования не изменился На треть лишь обновили базу вопросов, говорят специалисты Тестирование в регионе будут сдавать порядка 16 тысяч учащихся Это 65% всех выпускников Почти полторы тысячи из них претендуют на знак Алтенбельга Для обладателей Алтенбельга в этом году квота не предусмотрена Они будут сдавать тестирование наравне с остальными выпускниками Однако для них будут представлены определенные льготы при поступлении в ВУЗ ЕНТ в области продлится до 26 июня Два пункта тестирования расположены в колледжах Один в университете, остальные на базе средних школ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Чтобы страна была успешной, во главу угла нужно ставить принцип верховенства закона Член палаты лордов британского парламента Дэниел Брэннон Отметил важность задачи реформирования судебной системы Озвученной президентом Казахстана Хасым Жумартом Токаевым Эти реформы направлены на преобразование судебной и правоохранительной системы Я полностью поддерживаю Также важно, чтобы они гарантировали соблюдение прав инвесторов Которые будут улучшать благосостояние народа Казахстана И создавать им рабочие места Мои наилучшие поздравления президенту Токаеву Я надеюсь, что его новые министры будут продолжать успешную работу Начатую Нурсултаном Назарбаевым Глава государства подписал указ об утверждении плана действий По реализации его предвыборной платформы Благополучие для всех Преемственность, справедливость Прогресс и предложения, полученных от граждан республики В ходе общенациональной акции БРГ Указ направлен на обеспечение своевременного исполнения всех задач По социально-экономическому и политическому развитию Казахстана Изложенных в предвыборной платформе президента С закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов В план действий включены меры по модернизации судебной системы Усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы Совершенствованию государственной службы Усилению подотчетности и подконтрольности обществу Квази государственного сектора Устранению барьеров для конкуренции И недопущению злоупотреблений со стороны монополистов Установлению единых стандартов Гарантированного объема социальной поддержки граждан В защите их финансовых интересов А также ряд других мероприятий По вопросам, носящим комплексный и долгосрочный характер Предполагающим межведомственное взаимодействие госорганами Будут утверждены отдельные дорожные карты К разработке которых будут привлекать экспертное сообщество Данные документы должны регламентировать Конкретную последовательность действий Показатели конечного результата И сроки выполнения поставленных главой государства задач Контроль исполнения плана возлагается на администрацию президента Тем временем впервые в КНР состоялась премьера Казахстанско-китайского фильма Композитор Показ прошел в апреле этого года В рамках Пекинского международного кинофестиваля Об этом рассказала министр культуры и спорта Ахто Тора Имкулова В рамках отчетной встречи с населением По ее словам, у ведомства большие перспективы В области создания продукции для большого международного проката Уже есть успешный опыт сотрудничества с российскими и голливудскими коллегами В мае премьерный показ прошел в городе Нур-Султан С участием главного героя китайского актера Ху Цзюаня И президента компании Shine Walk Pictures Джонатана Шена Важно отметить, что в целых укреплении постоянного и тесного партнерства Между нашими странами Подписано межправительственное соглашение о совместном кинопроизводстве В столице презентовали первый агротраслевой сборник Дикан Казанаса Основанный на сельскохозяйственном опыте казахского народа В нем собрано около 60 произведений Это легенды, рассказы и сказки о местных поселениях, садооческих культурах, лечебных травах А также тематические пословицы и загадки Сборник издан тиражом 10 тысяч экземпляров Пока только на казахском языке В планах же перевести его на русский и английский Он предназначен для работников сельского хозяйства Специалистов отрасли, учащихся школ и студентов Мы когда вот этот легенды собирали Оказывается на севере, на западе, на центральном казахстве, на востоке Вот есть много мифов и легенд, которые связаны с местами Названиями сел, районов В процессе написания этого сборника мы где-то 100 книг прочитали Там есть рукописи, которые лежат там вне доступа Есть легенды, которые в Китае только 50-40-е годы когда-то были опубликованы Музыка, она вокруг нас Те, кто даже не выносят музыкальных звуков, невольно слушают ее везде Если кто-то никогда не был в музыкальных салонах Прошлых столетий могут окунуться туда с головой Культ-вояж продолжит эфир В столице воссоздали атмосферу музыкальных салонов прошлых веков Ценителей классической музыки пригласили на встречу с участниками оркестра Академия солистов и артистами Театра Астана Опера Организаторов мероприятия вдохновили истории дворянских салонов, в которых камерная музыка звучала в узком кругу знатоков и любителей У каждого языка европейского есть чамбер, камерная музыка И это давнишняя традиция У нас, к сожалению, ее никогда не было И домашнее музицирование у нас, вот такое классическое домашнее музицирование Не могу сказать, что прям развито Вот, но мне кажется, это всегда просто было Было моей мечтой Было моей мечтой Создать что-то такое подобное С друзьями, собираясь За чашечкой кофе Или чая Программу первого музыкального салона в столице разделили на две части Сначала солисты исполнили произведения Моцарта И затем представили публике салонную музыку 20 века и популярные современные композиции из кинофильмов Я думаю, что в основном каждый день люди проводят свое время довольно обычно Дом, работа, дети А здесь можно погрузиться в совершенно другую атмосферу и получить удовольствие от музыки Возможно, у кого-то нет времени специально сходить на концерт А у нас тут можно и поесть, и с друзьями поговорить, и музыку послушать Организаторы проекта хотят и дальше устраивать подобные встречи И превратить их в добрую столичную традицию В Петропавловске прошел уникальный концерт под названием «От барокко до роко» Впервые в программе прозвучали известные композиции сразу трех эпох Эта программа, она будет одинаково восприниматься публикой То есть каждый для себя найдет что-то свое То, что он хотел послушать Что-то восстановить в памяти Поэтому программа в данном отношении Она как бы будет отвечать запросам широкого зрителя Изюминкой программы стала композиция «Джапан» Она впервые прозвучала на сцене областной филармонии Глубокое и философское произведение рассказывает о страшной техногенной катастрофе Атомной бомбежке Хиросимы и Нагасаки А также авариях на Фукусиме-1 и Чернобыльской электростанции Она меня трогает очень сильно Почему-то очень близко и у меня всегда наворачиваются слезы Даже на репетиции То есть это очень глубокая вещь Я думаю, что многие воспримут так, как надо Такие песни не часто исполняются Понимать музей Под таким названием в Национальном музее Открылась выставка рисунков детей с особыми образовательными потребностями Учеников специальных школ, гимназий и интернатов Часто приглашают на мастер-классы и экскурсии по музею Ребята нарисовали все то, что им запомнилось из экспонатов Я нарисовал красивую степь Казахстана с тюльпанами И еще нарисовал там юрты Наурыз, независимость нашего Казахстана Какие у нас в степях Казахстана цветы красивые, тюльпаны Какой наш Казахстан красивый Юные художники изобразили и предметы национального быта Инструменты, которые увидели в стенах музея Намбрук, обыс и сандык Авторы ярких рисунков сами рассказали гостям о своих работах Исполнили любимые песни и стихи В завершении выпуска афиша ближайших событий 22 июня в Театре драмы имени Уэзова Устроят показ спектакля Сыган Серенадоса 23 июня в Драмтеатре имени Ахтанова Состоится спектакль Примадонны 23 июня в Кустанайском театре имени Омарова Можно увидеть постановку Казалалма И в завершении еще немного о культуре Вернее о кино В Караганде прошел первый республиканский конкурс Бук-трейлеров Это короткометражки по 2-4 минуты В произвольной форме Рассказывающие о какой-либо книге Но не пересказывающие содержание А пробуждающие интерес к ее прочтению Авторами роликов стали Учителя начальных классов Филологи, библиотекари и школьники На конкурс было представлено Более 200 бук-трейлеров В различных жанрах От мультфильма до музыкального клипа Конкурс проходил по 7 номинациям Лучшие работы будут размещены На республиканском образовательном канале Орлео С аудиторией в 39 тысяч подписчиков По результатам этого конкурса Как раз таки Собрана электронная база Бук-трейлеров Которые могут обращаться Как преподаватели Так и ученики К этой минуте все Спасибо, что были с нами Читайте книги Развивайтесь Расширяйте кругозор С вами был Арстан Балтин До встречи на канале Хабар 24 Хорошего вам дня